Ребята, всем доброе утро. Ну, у кого доброе, у кого оно к деньгам. У меня оно было к деньгам. Короче, вот уже тотальная уборка. Тут я все умывал. Вот это, ребята, швабра такая хрень. Я не знаю, что там Лена вам рассказывает. Это полная хрень. Я, конечно, ей воспользовался, но это вообще, я не знаю. Ну, если там у вас упал помидорчик на пол или кетчуп, вы капельку сделали, конечно, это нормально. А вот это все, это просто, ну, жесть. Вот они у меня. Вот виновники. Виновники наши. Да. Пока я убирался. Там мне нравилось. Я думаю, ну, пускай подышит туда, выставил корзину эту. Как они орали. Видимо, то ли запах не тот, то ли атмосфера не та. Пришлось затащить, чтобы они у меня тут не надышались, потому что тут, короче, и хлорексом, и все убирал. Потом сначала отмывал. Все это менял. Ну, все одеяло, внизу подстилки. Потом, когда все это помыл, то есть, ну, в смысле, сначала помыл, потом хлорексом обезоролил. Короче, антибактериальная обработка. Потом сверху опять мыл от того, чтобы не было никаких, ну, чтобы они где-то там не надышались, да. Ну, хлор, понятно, он, в принципе, улетучивается, но потом, короче, потом... Так, что-то оборвалось. Застелил все равно два слоя. Тут одеяло, короче, и салфетки. Под одеялом еще салфетки. Я поставил вот раз пластик, вот этот вот пластиковый короток. Потому что, ну, они... В принципе, они только вот почему-то вот эту вот эрию вдоль забора, они ее как бы засирают, да. А остальное там, в принципе, более-менее, ну, короче, нормально в целом. Вот эта штука, в принципе, неплохая. Могу сказать, вот кто животных держит. Вот такая вот неплохая, но все равно вот такой вот я использовал. То есть и салфетки, и вот этот... Лучше всего спрей, конечно. Салфетки мало, тут площадь хорошо покрыл. Потом тряпкой сверху еще прошелся, и как бы их вырыгнул, и нормально. Вот, потом все это вымыл водой, короче. Ну, вот потом, когда все уже было чисто, я взял вот эту вот сраную швабру, и, короче, просто прошелся. Так, чтобы там приятный запах, действительно все. Ну, то есть и такая, это, короче, не уборка, это мусор растирать, туда-сюда грязь растирать. Поэтому, в принципе, ну, когда вот что-то подтереть здесь на кухне, то, в принципе, и цукей. Капец, салфетки заканчиваются с какой-то неимоверной скоростью. Ну, в общем, у детей все чистенько. И дети у меня пока вот тут вот как наказанные. Ну, на самом деле, просто их нужно было куда-то их, чтобы безопасно. Потому что у меня сейчас все еще спят. И, короче, чтобы безопасно, они никуда у меня не убежали, ничего не напроказничали. Они уже играют, уже тянут одеяло там, один там тянет одеяло уже. Уже скоро игрушки будем давать, чтобы грызли. Ну, сейчас зубки появляются, я думаю, что вот-вот. Вместо ее в стирку, когда надо было два места брать. Ну, короче, вот так вот пока сделал, в принципе, им хватает. Все равно сейчас ровно через час все перебурает. Ну, одеяло не перебурает, а остальное все перебурает. И пластик, я надеюсь, это как-то на месте хоть останется. Ну, конечно, скользит. Но, ну, короче говоря, снова вот каждый день вот это вот вся, конечно. За ночь тут крындец. А еще мило все время выносит этот забор. Он все хорошо, но он двигается. Поэтому надо сюда какой-то, ну, либо стул подставлять, чтобы он не двигался. Я думаю, на ночь надо стул подставлять. Вообще, конечно, вот сюда надо было какие-то придумать ему упоры сверху. Вот так, чтобы он там, где не надо, чтобы он изгибался, чтобы он не изгибался. Так-то удобно, он трансформируется удобно. Но когда вот она, она то от них ныкается, то сама там она, в общем, встал мамочка всю ночь, у нее кормежка, они ее там, короче, капец. В общем, вот такое вот утро доброе. Я говорю, у кого доброе, у кого к деньгам. Мне к деньгам было. Поэтому всем, всем не знаю, кому доброты, кому денег, кому чего надо, сами решайте. Ну, знаете, деньги достаются сложно. Все, ладно. Серому надоелось. Все, можно выпускать уже первую часть. Остальные мы что-то дали поспать. Дают поспать. Все, пойду. Сейчас это все высыплю, короче, туда. Шучу, нет, я каждого таскаешь, короче. Тяжелое уже, тут, знаете, уже вот так, каждый минимум по килограмму, мне кажется. Ну, соответственно, вот тут, мне кажется, побольше даже будет. Зевать, спать хочется, конечно, не дают. Все, видите, у нас глазки уже все открылись, уже. У некоторых глазки такие уже ясненькие прям. Ясненькие уже глазки, да? Ой, ты-ой-ой-ой, ты-ой-ой-ой, ты-ой-ой, ты, мой волк. И вой, тянь-ой. Так, все, ладно, буду доставать их туда запускать. У меня уже там прошло время, уже все. и после быть я даже все равно оставь чтобы запах найти чтобы собой потом запах не на ну обоняние не нарушалась им запахи химически противопоказаны всякие ну тут ничего такого страшного уже не было и я уже подождал ну это вот я сейчас сразу не запускаю чтобы запах отошел весь до конца сейчас уже прошел поэтому можно запускать всех обратно в их загончик голод морнинг друзья милане ups ups это что наказание для засранцев как в телевизор на них думает ну его нафиг папа в ужасе папа в шоке просил помощи кричала помощь отличная швабра но она не для засранцев смысле над же засранцев но не него так убирать она так знаешь стереть пыль стереть шерсть посмотри какая любовь когда чистенькая все такая любовь папа что-то тут помню переобили с одеялами а ты в стирку место кинул я поняла теперь срать можно дальше они у нас кстати я я вчера ничего не снимала да да все молодец я вчера везде не снимал вчера вот даже вот камеру взять было некогда с этими собаками детьми каникулы короче блин пипец какой-то был и и общем вчера никак не получалось поснимать у нас новое питание смотри на одну хотя бы они между часто метят четко на этим между салфетками все сделать не анимации причем еще они молодцы сейчас я уберу все одновременно и на одну они молодцы значит они стараются на одеяло они выходят гадят и потом на одеяло обратно можно смело прям сейчас там уже насквозь и посидеть в этой уже тоже по святое дело но они спят еще в этих уже короче ребята у нас питание сменилась у нас поэтому и уборки стало больше мы теперь кушаем как настоящие собаки они какая-то пищащая хомячковая фигня что пардон за подробности все хорошо да никакого дрища ничего на расстройство колики не мучают да да в общем у нас сейчас покажу вчера кормили уже весь день так как это делается чтобы удостовериться кому-то лучше воздерживаться подобного контента как мы кормим нет который а я вставлю те видео которые ты мне прислали с утречка я прямо сейчас вставлю до крики о помощи играть 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 еще ой как они играли вчера вообще вчера вот тут все встали с девчонками и короче наблюдали как они тут играют они аж побросали вчера всех своих марвелов всех своих супер хилл и смотрели как эти играют они не хватают друг друга очень вот-вот уже им надо кидать игрушки да можно в принципе уже чуть-чуточку буквально я думаю что уже к выходным уже можно будет пока они вот это сейчас максимальная игра это вот сейчас да не друг с другом минуточкам и с мамой вчера мать пытались позвать играть я думаю что за вот этот вот период мы убьем эти машинку и стиральную наверно они они как есть же износ техники вот у них износ произойдет после этих щенков после этих месяцев отчет и частично там оставить особо провинившие провинившие спят не будет лихо не будет лихо да я уже тут всем говорю ходить на цыпочках пока она спит все потому что только вот они укладутся все поедят все сделать только уберешь все спят и кто-нибудь как где-нибудь зарет чего-нибудь уронит они уже слышат в общем весело в коробке ничего себе наш без крышки в общем кушаем мы теперь как настоящие собаки сейчас все покажем ой смотри что творят видишь драка синий ну понятно что игра не так рычат они так гавкают все настоящие точно надули уже знаете как у нас утро вчера прошло и сегодня пройдет сейчас сколько смогу покажу кормежка собачьих детей потом только потом кормежка человеческих детей и только потом кормежка наша мы уже позавтракаем и все это растягивается на 2 часа можно покормить чуть похоже потому что они недавно совершенно полтора часа на ты видел что ты видел они ели маму потом все завалили спать это я их разбудил они у меня вечером вчера прям наестся не могли мы с мамой весь день их держали на маме были ели маму только и вечером и утром утром мы кормили потом весь день они с мамой да и к вечеру да у меня было двухчасовая кормежка паштетик этот а так молочком догоняемся просто смотри на волю просят маму увидели мама я так они уже опять укладывали за надо их сейчас кормить банки такие разбойники просто у людей в виде какой ужас какие разбойники просто капец какой-то здесь собрались кстати самые отъявленные бандиты и разбойники коричневые зеленые они прямо два особенные вот прям этот голубой стал такой здоровый ужас они тут кстати уже по моему сюда сцель милота нет просто ага просто они это просто они думаешь ляльки и хочет на волю смотри и сидит куда как отсюда выйти пойдем 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 не удержишь вообще тут капец как не удержишь вот такой тогда покажем уже глазки уже более ясные стали мы уже едем геракла там за силуэтами и у геркулеса называемый геракла гера гера такой он такой собака прям знаете как и едят прям вообще все голубые и они гадят сразу да ну ты потрогал животик за животик его самый который маленький был тоже до догнал такой большой стал вообще который нежданчик так ну что у нас сегодня док контент сегодня у нас да док контент тетяку я дал ей какой мальчик чувачки да смотрите коллюбе да будете если с мамой валид рядом он сливает мамой делайте что на их не знать нет она знает она очень хорошо когда очень не будем пока дразнить периодически хрой просто сейчас они быстро отреагируют что надо писать сигнал к тому, что надо писать. Шоколадные батончики. Как мне предложили наши зрители в инстаграме, можно их назвать разными батончиками шоколадными. Смотри, чтобы не надул, только стол нам здесь. Пойдем, мои сладкие. Честь мой голубоглазий еще пока. Но они уже все видят, силуэты видят, следят за силуэтами. Но в целом еще пока не на столько. У кого-то я вчера видела коричневые уже глаза, а у кого не помню. У девочки какой-то. У какой-то девочки. Так, сейчас кормить будем. Вдавливает голову. Опять сигнализация. У нас сигнализация задолбала. Данчика, его никто уже не ждал. Он случайно к нам пришел. Случайно дала. Мама уже даже без перчаток была, без всего уже так, уже как и есть уже. По-моему, у нас в прямом эфире практически, да, произошло? Практически, да. Да, я выключила камеру, потому что я сразу кинула. Я сразу руками все ему порвала, все разорвала. Не жданчика уже никто не ждал. Я боялась, что задохнется. Да. Молочнее. Не ждать. Так ладно, я быстро умываюсь, папа давай кормить уже. Ну как, ну подожди, ну покажи еще нас. Это спокойная ляля у нас. Ляля, спокойная, это да. Это спокойная ляля, спокойная ляля. Ну он такой боевой все равно. Он спит сейчас, да, просто. Так, здесь сын, идем дальше, как все. Ну посмотрите. Ай, блин, не успела. Такая... Ой, задавили, задавили. Лялю мою. Они сейчас, знаешь, они сейчас все будут чиховать. Ой, 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 ой. О, Господи. Так, давай, я быстро умываюсь. Да, я зона подбираю. Да, давай. Итак, друзья. All right. I'm ready. Корм. Собачий корм, который мы покупаем для Милки. Корм, напомню, она ест корм для щенков, который мы покупаем в специальных магазинах. У нас никогда не бывает корма а-ля педигри, вискос, вот этого всего у нас не бывает. У нас только корма специальные для... Профессиональные, можно так сказать, корма. Итак, здесь корм для щенков крупных пород, размоченный заранее с вечера еще в воде, просто в воде. Разбухает довольно долго, поэтому с вечера замачиваем и к утру вот в таком он виде. Я сейчас половину положила сюда, сейчас добавлю еще сюда воды и в блендере. Все это размельчу до паштетообразного такого состояния и буду давать щенкам по одному в небольшой тарелочке для удобства. Но это продлится не так долго. Скоро будем просто его просто размачивать и так им давать, поскольку сейчас им пока жевать там особо нечем. Там есть уже зубы, но они еще очень маленькие, они прорезались, но еще совсем чуть-чуть, они начинают чесать зубы, драть уже все, но пока жевать особо нечем. Поэтому пока едят паштетообразно, обратный, обратный корм и чуть-чуть попозже вот в таком виде прям будем им давать, они будут его разжевывать. А потом уже, естественно, просто сухой. Ну что, поехали, добавляем сюда водичку. Добавила вот столько, обычная вода из-под крана. Вот столько, наверное, не знаю, если понадобится, разбавлю еще. Закручиваем. Смотрите, забыла закрыть дверцу. Вот я бы сейчас прошла, даже не заметила, что он там. И в, как называется, блендер, измельчитель. Все, вот так это выглядит. Я еще добавила водички, там было мало, я добавила еще немножечко, чтобы было еще пожиже. И вот такой вот жиденький паштетик сейчас в тарелочку и по одному начинаем кормить. Вот так он выглядит. Этого, конечно, недостаточно, я буду делать следующую порцию, пока это. И вот так, друзья, это выглядит. Я сделала все. Здесь, по сути, и воды достаточно, здесь довольно много воды, я показала, я потом еще доливала, то есть это недостаточно было. И не только сухари, но еще и вода, поэтому все в одном. Ну, они еще потом мамой догоняются. Все, поехали. Вот столько примерно съедает один, не знаю, две столовые ложки, может быть. Кто первый? Тут главное держать, потому что они лапами лезут. Поэтому держим в районе солнечного сплетения и не даем залезть туда с ногами. Едят, конечно, как свинки. Потом я их мою после такой кормежки просто сразу под воду, потому что губок сается весь. Тут главное все равно лапами не залезть. Все съел. и теперь это надо помыть. Пошли мыться. Все равно не зашел. чистенький накормленный счастливый пошел спать ну в общем то все но как я уже сказала скоро буквально через пару дней этот процесс будет проходить довольно просто гораздо проще и легче для всех просто размочу корм и дам размоченные уже без блендера без паштета без этого просто уже и я не помню показывала по моему я не показывала а вот в таких вот тарелках будем кушать такие вот тарелки я кстати даже не знал что не сомбреро называют круглая тарелка для щенков здесь две штуки в упаковке нам надо две в каждую либо еще водичка что там они ничего и в общем две штуки и переписывались в инстаграме нужна тарелка сомбреро а я вот эти довольно давно лежат я уже потом догадалась что сомбреро ну да по сути реально сомбреро вот такие вот тарелочки в общем две тарелки и буквально вот еще пару дней и оставлю им вот эти тарелки и будут они кушать принципе удобные очень улочки не помню сколько стоит довольно давно заказала недорого совсем есть одна есть две но нам конечно же в нашем случае точно 2 как ребята у меня пришла посылка маша сейчас съездила мне завезла все сопли смыркает так у меня а пришли цветочки у меня до этого пришли у меня вот эти лежали не знаю дня 4 уже лежат в ящике отсюда никогда ехать не могу сегодня маша поехала и забрала заодно все с почтового ящика оставляют они там когда им не охота ехать сюда они там все оставляют хотя я специально пометку делаю чтобы все убери оставляли но они почтонечки оставляют это неважно на самом деле вот так вот такие сейчас расправлю покажу и трубочки у нас закончились трубочки и сейчас покажу еще цветочки которые до этого были у меня вот это те же самые только белые я когда их расправлю они будут вот так выглядит они довольно сильно скукоженные приходят на потом их когда расправляешь они довольно красивые и то это у меня еще не расправленные их можно двигать менять местами там листочки допустим пиончик вот это вот цветочек то есть как как красиво то есть зеленая либо а в центре либо по краям сделать то есть можно тут что-то в общем делать они вот в таком вот виде приходят в принципе я хочу сделать покороче не хочу сделать такие длинные это не сюда но хотя кстати маш смотри здесь тоже хорошо смотрится по базам а мне кажется лучше в одну большую допустим белые на кухню подходят так ну-ка уберите-ка свой веник красивой-красивая ладно я пошутила так и допустим да сейчас пока еще и они не расправлены до такой степени если их что-то мне вот это не приходило я вот эти цветы брала вон туда в зал смешать белые и желтые ведь можно сюда кстати белые желтые запендюрить но если красивых оставить может здесь оставить ну-ка маш что думаешь если сюда но если их нормально на поставить но как это будет трехэтажный этот что думаешь надо подумать кстати как бы так это сделать либо еще заказать смотрите они прикольно очень смотрятся а есть вот такие вот смотрите как не распустившиеся питоны пионы и вот такие вот беленькие куча всяких зелененьких листиков так и вот эти вот я сейчас тоже распущу и будет красиво я хотела или по идее все по намешать сделать такой нормальный большой красивый букет белый с желтым ну хорошо на мешать и вон туда поставить и там будет красиво когда уже стол сюда выдвинем когда стульями все заставим мне кажется будет красиво но люблю в любом случае это пока не сейчас потому что у меня нет вазы вазы есть только эти но эти я вообще не хотела ничем заполнять но так пока в принципе можно и так оставить красивенько смотрится машкины скоро завянутом и нет и будут красиво стоять но машкина зато имеет преимущество они меняются постоянно и вечный лиза посмотри так потом разборки ты мне скажи тебе цветы нравятся какие нет это пионы куда забрать у меня пока тоже у меня пока эти только вазы есть красивенько ну лиза красоту наводят усилен смотри маша хочет чтобы они здесь остались она предлагает перемешать и вот это в одну вазу ты собираешься перемещать белый один а так дети едут на день рождения с лизой маша торт убери растают они сейчас я ходил на подожди у них тут игра то что у них тут вообще дети поехали одеваемся так еще не купили подарки поэтому пока только пакетиками подарков пока нет пойдемте в машину так и водичку с собой в машину чтобы было идем-идем так садимся ставим бустер все водичка у лизы и давайте давайте все так день рождения у наших подружек у наших близняшек девчонок с нашей школы с нашего комьюнити очень наш соседей что послушаешь музыку по радио все настроено радио все дети готовы все за подарочками все показывается пока пока будь на телефоне пожалуйста пока все поехали мы распаковали цветочек смотрите какой он красавчик его теперь надо полить не знаю когда поливать не поливать вроде надо полить мне кажется надо полить его с него как можно и не снимать пока лан пока пусть так стоит потом попозже уже я его пересажу и так же как и тот старый у нас стоит года три сколько у нас тот стоял года три он у нас простоял правда не такой уже красивые через два года точно через год еще более-менее такой красивенько вовка распаковал я даже не знал я его как купила поставила так он стоял сколько времени здесь а этот выкинули все уже там ничего уже потом уже просто все умерло так поперестирала очередные эти так ну что в общем маша делает то что мы с лизой не поняли а то есть все цветы в перемешку сделать по цветам и оставить а ты во все прям вазы поста о прикольно слушай а завернула до маленькую опять вот этот даст и ствол этот завернула до классно слушай красиво мне нравится так вот слушай ну да красиво я просто здесь не видела ничего я просто здесь не видела ничего желтого на кухне здесь она у меня должна быть белая и серая и прозрачная и все и больше ничего вот так вот такое вот что-то разбавляет да но я хотела зал именно так вот гостиную разбавит но потом посмотрим не хочу сюда ничего папа вообще хотел вот эти стулья желтыми сделать кстати сюда хорошие они есть прозрачные пластиковые желтые да но мы эти еще не убили чтоб следующую покупать понимаешь а так идея классно если сюда потом желтые стулья да а кстати почему не убили мы один убили смотрите папа на него сел у него трещина ответе от трещина да можно сказать убили можно новый покупать я в общем здесь я как я уже планировал я уже говорила сейчас здесь раз кардаш этот полный собачатный здесь будет белый и серый вот как вот салфетки вот такого и прозрачный стальной вот такая вот сталь вот техника холодильник посудомойка плита то есть вот все вот в таком вот хай-тек какой-то сталь стекло бетон в общем вот такого вот стиля вот как вот эти лампочки вот эти вот висят вот так вот я хотела полностью кухню сделать так то есть никакого желтого ничего такого но в принципе вот хорошая идея сейчас вспомнила что здесь могут быть такие стулья желтые и она кстати будет красиво почему потому что как я уже рассказывал у меня будет гостиная вся в таких цветах серый темно-серый светло-серый пол и желтый а здесь тоже будут перекрашены полностью стены потом уже когда не будет собак все ведь все уже заляпана пожили уже с белыми стенами все нафиг хватит ну надо было такой experience про и пройти знаете хотелось тоже чего-то такого светлого чистого белого немножко пожили достаточно все будем перекрашивать здесь я еще планирую кухню перекрасить не знаю когда начну точно со стена дальше уже видно будет стены будут такого светло-серого цвета и белые а вот эти вот шторочки будет красиво смотреться этих малышей избавимся здесь будет свободно здесь будет стоять моя морозильная камера когда-нибудь ну и в принципе будет неплохо если желтый цвет немножечко затронет и кухонную зону в принципе вот с цветами хорошее решение если действительно желтые стулья потом купить так вроде бы все рассказал кухню планирую перекрашивать тоже уже рассказывала белый глянец вверх и серый глянец вниз вот так вот такой какой-нибудь прям глянец что-нибудь такое но не настолько темная хотя настолько темное тоже неплохо вот смотрите белый вверх да и вот такой низ вот такая столешница вот такой вот низ мне кажется отличный цвет если его такой прям блестящий такой но не блестящий такой как глянется как в краске называется когда она блестит что-нибудь вот такой вот под цвет и ручек вот так вот будет такие вот у меня план планов то как обычно громадье но все это постепенно постепенно так ладно у меня сегодня то какие планы я хотела катину детскую всю переворотить пока их нету дома пока они сегодня уехали я возможно сейчас я домонтирую видео поем и маша сейчас на работу уходит мы оставимся с легкой одни сейчас включу себе музычку и скорее всего пойду перестройку там в катиной комнате делать если я сегодня это сделаю сейчас домонтирую видео если я сделаю это то обязательно покажу мы посмотрим сейчас пока у меня еще дела слышите ребят еще знаете сейчас чего-то подумала может быть эти вазы и все-таки их не хочу разлучать эти вазы но тоже вот и появилась такая мысль как-то много слишком так на столе и еще кот будет ронять мне кажется в общем эти вазы разделить одну вот и вот эту вот большую оставить допустим здесь большую вот такой вот а вот эти две куда-нибудь поставить тоже все по убирать эти пеленки в общем опять опять же после собак а все остальные вот эти вот две маленькие расставить где-нибудь как-нибудь вот так тоже кстати хорошая идея но вообще я планировала взять вазу другую под кстати ребята вот эти вот цветы не помню сколько они стоят что долларов 30 по моему за 2 до за 2 вот в упаковке по 2 долларов 30 по моему 29 сейчас посмотрю цветочки вот эти вот и у них есть я кстати тоже мне приходило в голову вот такие вот прям то есть они как серебряные вот такие вот что-то между вот этим темным и вот этим светом прям серебряные серебряные такие кстати очень красиво тоже смотрится если сюда такие поставить тоже кстати будет круто розы такие серебряные пионы еще там какие-то будет кстати тоже прикольно смотреться такой чисто сталь такая прям Классно смотрится очень. Так, ну ладно, в общем, пока пусть так стоят, а потом посмотрим. Вот, видите, я все никак остановиться не могу с цветами. Вот, допустим, здесь и вот, допустим, там. Ну, представим себе, что на фоне ничего нет, кроме этой вазочки с цветочками. Больше ничего. Вон туда вот ее в уголочек поставить, она прям отлично туда, мне кажется, впишется. И вот эту, допустим, вон туда куда-нибудь. Ну, может быть, может быть. Я аж покрасила волосы, у меня и на руке пятно. Видно было, наверное, я руками что-то показываю, когда покрасила такой темный у меня цвет. Друзья, не устаю говорить вам спасибо каждый раз. У меня так много хороших комментариев от вас. И под старыми видео, и в инстаграме. Много новеньких на канале, кто недавно с нами познакомился. Очень много от вас обратной вот этой вот связи. И это очень приятно, ребята. У меня просто, я сейчас, если раньше я заходила в инстаграм, там раз в неделю, раз в месяц могла зайти. Сейчас захожу туда почаще, стараюсь каждому из вас ответить. Ребята, очень приятно. Спасибо большое. Ой, ребята. Это я поставила видео на рендер. Здесь у меня тишина, покой, умиротворение. У нас вечер. Смотрите, у нас уже закат случился. А, прушка. Так, я так долго монтировала, сидела. Пойдешь домой? Пойдешь, мой хороший? Ты мой зяйтик. Иди сюда. Пойдем домой, пойдем. А, быстрее давай. Тут разложили еще лампочки повсюду. Хотим повесить, но мы уже сколько вешаем, я не знаю. Ну, сколько они тут лежат, уже вов разложил. Замерял, замерял. Ну, вроде как, вот они эти палочки, которыми он собирается их крепить. Ты идешь домой или нет? Нет? Ну, сиди тогда. Машка поставила свой букетик сюда. Не знаю, что она ее в комнату себе не ставит. У меня полная тишина. Масюндра. Масюндра, мой котик. Такой теплый. Теплый вечер. Ребята, вечер. Я так долго монтировала, сидела. Но оно и понятно. Я, по крайней мере, намонтировала. Потому что у меня... Сейчас чуть-чуть добавлю. Потому что у меня дети, у меня животные. И я категорически не успеваю вообще монтировать видео. Я даже удивляюсь, как у меня до сих пор еще видео выходит каждый день. Сейчас, кстати, стирку еще сделаю. Быстренько. Я еще реально удивляюсь, что они у меня каждый день выходят. Потому что я настолько не успеваю. Еще посушу. Настолько я не успеваю монтировать, ребят. Просто от ас. Боже, ладно. Там у меня еще одна сушка. Я думаю, я пораньше закончу. И займусь Катюхиной комнатой. Ну, возможно... В общем, они через полчаса уже выезжают домой. И даже не знаю, начинать, не начинать. Я хочу здесь сделать перестановочку небольшую. Но, в принципе, хорошо, что я сегодня много посидела, помонтировала. Там уже столько у меня накопилось. И был такой шикарный шанс. И животные более-менее. Там один раз я там уже с Милкой сидела. Потому что она подрывается. Она их не кормит. Она подрывается. В общем, я с ней сидела. И в основном монтажом занималась. Еще поела успела. Все. Хорошо, что я сегодня так много намонтировала, конечно. Такой шикарный шанс, когда и животные более-менее спокойны. И детей нет. Вот. Так. Ну, что делать-то? Что делать? Здесь, конечно, звездец. Блин, даже не знаю, начинать, не начинать. Здесь я, в общем, Катюхе заказала лампу другую. Это вообще нифига не светит. Но она точнее светит. Но так себе светит. Сейчас чуть-чуть. Но там уже света-то никакого нет. Вообще очень темно сейчас. Здесь очень светло днем. Просто очень светло. Прям вообще очень комфортно. Это очень светлая комната. Она просто обалденная по свету. В общем, я здесь собираюсь сделать перестановку. Здесь полный раскардаш. Ребята, еще тут пока Катя одевалась, пока выбирала себе наряды. Господи. В общем, мне здесь нужно сделать перестановку. Перестановка какого рода. Я еще, кстати, заказала Кате еще одеяло. Вот это вот разноцветное. Это прекрасно. Но оно размера твин. То есть вот эта кровать, это твин. Ой, подождите. Твин, твин. Ну, короче, вот такого оно размера. Не больше, не меньше. А я заказала ей Квин, который будет при застилании. В общем, это, если застилать кровать, оно выглядит вот так. Вот так, в общем, застилается. Это лампа свет меняет. И вот так. А вот эта часть не застилается. А я кровать хочу поставить у нее вот так. Стол перенести вон туда. И если кровать застилать, это очень некрасиво. Вот так вот заходишь, и это будет просто некрасиво. Я ей заказала, короче, такой же плед, только другого цвета. Но у нее вот этот вот уже есть такой вот веселенький. Тоже он у нее будет. Она им постоянно пользуется. Она ее постоянно таскает в зал. Там в гостиной сидит все время под ним. Поэтому она точно найдет ему применение. Вот. А я заказала, который полностью будет застилать. Такой однотонный. И будет красиво. Потому что кровать будет, еще раз говорю, по центру. Так, ничего, начинать, не начинать. Быстренько, быстренько. Думай, Лена, думай, думай. Если начинать, то делать это очень быстро надо. Так, а у меня дети не вернулись. Они через полчаса уже заканчивают. Выезжают и ехать им еще минут сорок. В принципе, я успею. Поехали. Притащила себе просека для компании. Слышите, как он мурлитит? Слышно? Моя любовь. Так, все, давай за компанию. Прошка, да? За компанию. И компанию будем, да. За компанию, мой малыш. Здесь же еще, как вы понимаете, видите, у меня все пришли помогать. Все мои помощники пришли. Так что работа пойдет гораздо медленнее. Здесь же еще, как вы понимаете, нужно же еще все разобрать. Все валяется. Я вот сейчас освободила все домики. Прошка, отойди. Все домики, они все были тоже в Сильванинах, в игрушках. В общем, все-все-все сгребла в ящик специально туда. Сейчас буду разбирать все Монстр Хай. Тоже надо их все разложить. Домик пока останется на этом месте. Ну, его пока некуда девать. Я думаю, пока останется так. В общем, здесь надо еще... Это вообще лавриковское ведро. И, в общем, здесь, конечно, разбирать и разбирать. Творчество Лаврика. Вон тут платье у нас делает. Мусор всякий. В общем, надо все как-то здесь разобрать. Оставить одни Монстр Хай. Это Сильваниан. И, в общем, как-то здесь навести порядок. Книжки вообще убрать. Ну, в общем, ладно. Монстр Хай. Еще половина Монстр Хай. Там у Лаврика в комнате. Надо их сюда притащить. Так, в принципе, я тут с домиком завершила. Внизу оставила всякие маленькие мебель. Какие-то части мебели. Вверху везде рассадила. Монстр Хай всех ровненько посадила. В общем, как получилось. Они же здесь все живут. Типа, кот мне мешает все время. В общем, все вот так расставила. Домик, в принципе, готов. Я его, думаю, что я его двигать, скорее всего, не буду никуда. Я думаю, что он останется, наверное, вот на этом месте. Но сейчас будем посмотреть, что там дальше. Я тут еще и мусор собираю, пока Катя не видит. Какой-то мусор тоже надо выкинуть. Так, ну что, приступаем. Я уже зарядила пылесос. Здесь еще буду пылесосить параллельно. И заказала, я уже сказала, Кате лампу сюда, которая будет светить нормально. Вот типа как у Лаврика лампа. Только не черный вот этот ствол, а белую, всю белую. И она очень хорошо освещает. Мне она прям очень понравилась. Так, эй, я только собрала весь мусор. Сейчас еще за тобой собираю. Помощнички мои, мамандия моя отдыхает, да. Скажи, любая уборка после детей, отдых. Отнесла кое-какие предметы. Вот, видите, всего-то навсего. Посмотрите, как освещает хорошо. Я вот точно такой же, только белую. Она очень круто все освещает. И стоит там что-то вообще копейки какие-то. В общем, белую-белую ей взяла. Это вот обычный светлый, он может быть любого цвета. Меняются цвета, пульт, который вот так прикрепляется. И не потеряешь его. Супер удобная вещь, ребята. Прямо заказываю специально Кате. Так у Лёвы тоже такая же. Но у него немножко другая. У него не ровная такая поверхность. А такие две рогатины тоже показывали. Сейчас еще не забуду, покажу, напомню. Здесь у меня тоже планов громадьё. Я уже заказала тоже кое-какие элементы. Вот это зеркало, кстати, я планирую Кате поставить. Тоже скажу почему. Почему из-за вот этой вот рамы, вот из-за вот этого цвета. Помощник. Потому что здесь у меня тоже заказана уже полка одна, которая тоже скоро придет. Вон там под окном полочка. И даже на эту полочку вазочка с цветочками. Да, у Кати тоже будут цветочки здесь. Но я тоже под ее интерьер розовые пиончики заказала. И в вазочке уже. Прямо в самой вазочке. И ящички. В общем, здесь такая полочка. Выдвижные будут такие квадратные ящички. Ну, часто встречающиеся элементы мебели здесь. Очень удобные. Надоело, выбросил, купил новое. Или надоел цвет, ящики поменял. Другой уже интерьер другими красками заиграет. В общем, покажу, когда придет. Тоже определенного цвета. У Кати будет такая, знаете, бежевая. Несмотря на серый ковролин, здесь будет вот под бежевые такие вот тона. Вот, например, вот эти вот шторы, они здесь бежевые. Они такого приятного такого цвета. Он сейчас в таком освещении, конечно же, непонятно, не видно. Такой немножечко бежево-золотой такой. Немножечко с перламутром такой цвет. Сейчас пока закрою уже. Вот, ну так, наверное, не видно. И стены тоже будут такие немножко бежевые. Тетя лошадь, зашибись тебе туда. Давай, иди отсюда. Это я сейчас тут позволила вам на ковролине. Я так-то животных не пускаю туда, где ковролин. Сейчас тут буду пылесосить, все буду убирать. Так, ну что, ладно, поехали. Надо теперь как-то отодвинуть кровать. Встаем, помощники. Вот этот стол, несмотря на то, что он очень облегченно смотрится, он очень тяжелый сам по себе. Но это и круто, что он тяжелый. Мне это тоже в нем очень нравится. Еще, кстати, что сподвигло меня на эту перестановку. У Кати, когда заканчивается зарядка, она, зарядка от стола идет с этой стороны. То есть, если стол будет стоять на той стороне, и вот так кровать, это тоже будет удобно. Например, на зарядке она будет сидеть, за айпэдом, за телефоном потом, за компьютером, за чем угодно. И у нее отсюда будет идти зарядка от стола именно. Здесь, конечно, есть розетка, но она далековато. И, короче, удобно, когда от стола. Просто у Маши ровно так же расположено все в комнате. Также кровать, и там стол, и у нее удобно идет вот это вот. Вот она, когда работает на компьютере, на айпэде, очень это удобно. Так, ну что, ладно, набираемся сил и погнали. Тяжелая кровать, тяжелый стол. Так, ребят, я передвинула и совсем забыла, что я же еще вам хочу все показывать. В общем, что я сделала за это время? Я передвинула сюда стол. Сейчас разбираю стол. Засунула лампу, это от лампы, и от стола. Провод еще надо его прикрутить, еще как-то там зафиксировать, чтобы он не болтался. Встал отлично, идеально. Все собираюсь сейчас натереть, уже принесла. Чем это сделать? Оттереть. Разобрала вот здесь бардак. Повыбрасывала всякую ерунду отсюда. Что-то оставила, что-то выбросила. Так, какой-то став такой. Так, что еще? А, пообрезала здесь все затяжки. Вот еще одна из причин, почему я котов сюда не пускаю. Ни собаку, ни котов, никого. Они здесь дерут страшно. Просто здесь вот так вот просто все было в нитках. Я вот их все пообрезала, просто ножницами взяла, пообрезала. Они довольно длинные были. Вон та зараза особенно. Вот здесь тоже, вот все, все, все. Так, плюс я еще все пропылесосила. Тут особо пылесосить было нечего. Тут, в принципе, довольно всегда чисто, никакого мусора нет. Дети уже выросли из какого-то такого мелкого мусора, а животных здесь не бывает. Все, сейчас натру уже стол. Полочку вот эту вот, не знаю, я бы ее перенесла вот сюда, в будущем. Но посмотрим, что-то здесь над столом тоже Кате сделает. Но здесь тоже будут скраситься стены в какой-нибудь вот такой приятный бежевый цвет. И там уже посмотрим, что-нибудь здесь сделаем. Может быть, какую-нибудь доску, калаш какой-нибудь, не знаю. Что-нибудь надо придумать. Так, сейчас вытру здесь все, протру. И вот видите, теперь здесь будет кровать. Сейчас я ее задвину уже туда, и будет удобно. А, кстати, еще вот рассказывала про полку, которая будет здесь. Вот сейчас отсюда брала несколько книжек. На этой полке будут еще книжки всякие разные у нее стоять. Потому что сейчас книжки все у Лаврика. И сюда их просто некуда складывать. Я поначалу их вон там на полку сложила. Но здесь тоже будет все по-другому внутри когда-нибудь. В Катюхином вот этом клозете. Вон ту полку тоже от нее надо как-то избавиться. Тоже нафиг она уже нужна. Они выросли из этих полок. Ну ладно, дойдем еще до этого шкафчика. Вот. И вот здесь вот будет такой небольшой. Он и мешать не будет стулу и ничему. И будет и ящички, и цветочек здесь будет стоять, который я тоже сюда заказала под эту полочку. И книжечки. Ну и какие-то отделения. Ну ладно, в общем, потом покажу. Сейчас пока покажу то, что у меня будет после перестановки. Друзья, это лучшее вообще, что можно было придумать в качестве стола, парты. Это просто супер вообще вещь. Посмотрите, как из магазина ничего. Я уже показывала, да, рассказывала, что на нем можно рисовать. И стирать тут же. О, отлично. Ой, здесь тоже надо все перебирать уже. Кошмар какой-то. Стоять. Тоже повыбрасывать уже какое-то целое. Вот видите, можно нарисовать. Например, какой-нибудь примерчик посчитать. И вот так вот стирить. Круто, да? Вообще просто супер. Как я вообще раньше до них не задумалась? Я не знаю. Но это, знаете, это с опытом пришло. После того, как мы уничтожили несколько обычных ДСП-шных столов, я решила, что все больше никогда. Куда-то упало. В общем, как-то так получается. Это Катя сказала. Ни в коем случае никуда не выбрасывать. Даже не знаю, куда ее идете. Вот сюда, наверное, пока положу. Ладно, потом она перестанет на нее внимание обращать. Выброшу пока рано. В общем, как-то вот так вот. Здесь у меня все заряжается. Стул сейчас сюда еще задвину. И двигаем кровать. Так, затвинула я кровать. Ну, ребята, знаете, я хоть и сказала, что все это тяжелое. Я думала, Лёву буду звать. Но по ковролину вообще фигня. И стол я отлично подвинула там одной рукой вообще. И кровать по ковролину вообще ерунда. И смотрите, у меня розетка еще открыта осталась. Очень круто. Раньше была закрыта вон та полностью розетка. Открыта была только вот эта. И вот эта под столом. Супер, отлично вообще, идеально. Сейчас стул туда задвину. И еще, кстати, была одна причина. Вот эта дверь, тоже причина перестановки. Вот эта дверь не открывалась вот так вообще. Она открывалась тоже. Помните, когда я заполняла этот шкаф? Я показывала, она открывалась вот так вот примерно. Она упиралась полностью в стол. Потому что кровать же вот так была. Стол и некуда было вообще. И это было очень неудобно. Если вон там что-то доставать, там одежда. И это было очень неудобно. А сейчас вот полностью все открывается. Но здесь я уже вряд ли что-то успею сделать. Они уже едут. У нас уже совсем темно. Вот. Да. Так, все супер. Я практически все успела. Сейчас тут уже уберу. И вот, друзья, видите, о чем я говорила. По поводу вот этого одеяла. Вот так вот оно максимум может застелить. Все. А сюда оно не свисает. А это не есть красиво. Видите? И заказала я ей другое одеялко. Другого размера и другого цвета. Это надоело уже. Вот. Блин, лампа задолбала. Я не знаю, как сделать так, чтобы она цвет не меняла. Я уже и так... От нее просто пульт потерялся. Она от пульта работает. А вот эта штука просто нажималка и все. И вот этот режим и все. И больше ничего. Слушайте, ну, по-моему, супер. Завтра еще покажу при дневном свете, как это выглядит. И вот здесь осталось еще очень много места, чтобы просто тупо сидеть и играть. Вот здесь, посмотрите. Больше и не надо. Вот если они сидят здесь и играют, прям отлично. Они вообще сейчас на каникулах то здесь, то у Лаврика в комнате, то у Лёвы в комнате. Так, принесла сюда к Лаврику то зеркало, которое было у Кати. А вот это вот, которое я планировала забрать, забираю. Сейчас я его протру все. Так. Так. Вот так, друзья, выглядит. Прошка задолбала уже. Пытается постоянно когти поточить. В общем, вот так выглядит. Вот так поставила это зеркало. Проша. Вот. И мне кажется, так лучше гораздо выглядит. То сюда не подошло. То, во-первых, оно поменьше размером. Это побольше немножко размером. И оно подходит. И под вот эти шторы подходит. И под тумбочку, которая здесь будет стоять, подходит. Прям супер подходит. Куда ты полез, а? Зараза такая. В общем, вот так вот, ребята. Сейчас Катюха придет удивиться. Мне кажется, классно. И гораздо лучше. Я думала, будет плохо. Из-за большой кровати будет места очень мало. Думала, вот здесь не будет в проходе места. Думаю, что с домом делать. А в итоге получилось, по-моему, супер. Вообще классно. Прям супер. Проська, иди сюда. Иди, мой котик, иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Ой, как котики любят, когда перестановка. Прям как я. Обожаю. Вообще не могу жить, когда у меня ничего долго не переставлялось. Да, Просечка? Думаю, котик. Ручку надо зритель. Думаю, Просенька. Думаю, котичка, мой любимый. Едут уже все. Едут уже домой все. Так, все. Красота. Все. Готово. Попробую вам вот так показать. Вот в таком формате. Вот так получилось. По-моему, отлично. Класс. Да, вот прям вот белый цвет стен меня вот уже прям вот, прям сильно он меня уже напрягает. Сначала он меня не напрягал, потом захотелось как-то пожить в белых стенах. Пожили. Здорово, классно. Но как бы уже не хочется. Уже хочется все переделать, уже хочется все перекрасить, что мы скоро и сделаем. Но зато пожили в белых стенах, как, в принципе, и хотели. Классно. Да. Да, здесь, конечно, все по-другому заиграет, когда стены перекрасятся, когда будет другой плед, и кровать будет по-другому смотреться, другой цвет. Полностью застелено будет. Домика тоже этого когда-нибудь здесь не будет. Там будет стоять тумбочка. Здесь, я думаю, бьюти-столик поставить, который я показывала в Костка. Ну, пока он такой у Маши будет стоять, у Кати со временем, я думаю, тоже что-нибудь подобное поставим. И будет здорово. И освещение, 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 ребята, это звездец просто какой-то. Ладно, придет лампа, покажу вам при другом освещении, и завтра днем покажу. Ладно, сейчас еще придет Катюха, покажу ее реакцию. У нас наши подъезжают, мы сходили, покормили собак, ну, как покормили, загнали маму в загон, и чуть-чуть покормили. И с Прошкой сидим тут, он уже разлегся тут на столе, лежит, мурлычет, ему понравилось новое место. Решила сесть, посмотреть, как с этого ракурса смотрится, вот как ты вот лежишь в кровати, открываешь глаза, и вот такой вот у тебя вид перед тобой, когда ты просыпаешься. Вот, я пока там бельем занималась, с собаками, все, везде пропылесосила, сходила, и вот, сидим ждем, они уже, в принципе, подъезжают. Сейчас будем реакцию снимать, да, Прошка? Да, Прошка, реакцию будем снимать, Катюхина, да, Катюхина, да, реакцию с ней. Кто тут нажимает, все, а? Тут зафиксировано, он не поднимается, не опускается, если случайно нажать, он зафиксирован. Ой, ой, это эти, но он будет загораться, что к нему прикоснулись, но зафиксирован, он не поднимается, не опускается. То есть Катина высота, еще, знаете, сюда стул не подходит, вот еще есть к чему придраться, сюда стул, надо какой-нибудь беленький. У Лаврика, кстати, стоит такой стул, но вот эти вот все основания, они у него белые, и нога вот эта вот белая, рогатина вот эта. И, кстати, очень классно смотрится. Надо вот Катю такой же, наверное, подобрать. Хотя, куда эти стулья все? Куда их девать-то потом? Прошка, Прошка, Мур-Мур-Мур, Мур-Мур-Мур. И еще бесит вот это. Прям вообще не в тему он здесь. Он, кстати, вообще не работает. Включая, не включая, пульт, не пульт, он вообще не работает. Это предмет моего мата ежедневного просто. Во-первых, он смотрится стрёмно очень, но не для такой маленькой комнаты. Во-вторых, он реально прям вообще не сюда. Да, его куда-нибудь, я не знаю, в подъезд, в коридор, но точно не в комнату к девочке, почему-либо такую маленькую. Но его, говорит, я, говорит, на второй раз, говорит, на этот подвиг уже не решусь. Он сам его вешал-вешал, не повесил никак. И потом уже пригласили людей, и они долго-долго, они с ним долбались. Я уж не знаю, в чем там проблема. Ну, короче, Пова сказала, я с ним связываться больше не буду. Короче, повесили, пусть висит. Но функции он несет зиру, просто ноль. Вообще не работает. Ну что ж ты все разнесла-то опять, а? Ну-ка отойди, отойди, отойди. Я сама поправила. Мила, отойди, Мила, отошла. Мила, уйди, говорю. Ну как, бутылки не забыли? Мам, дай мне мой пупик. Вау, это подарки? Мам, мне сухи, что это? Мам, мне сухи. О, ничего себе, сука, покажите еще раз. Это вам там подарили? Так, это Лиза сказала, они. Круто. Ну как, понравился день рождения? Да. Да, посмотри, кстати. Катя, иди сюрприз. Сюрприз. На, в Разусе тоже посмотришь. Катя, ну Разусе посмотришь. Вы что в одних башмаках приходите? Понравилось? Да. Иди, смотри там все. А может я? Конечно. Вы же там времени проводите. Твою я еще не сделала. Потому что твою я попозже буду переделать. Я не успела. Вот это прикольно. Классно? Мне кажется, правда, как-то это меньше места играть становится. Ну, ты знаешь, нет. Я вот здесь смотрю, что вот здесь и что вот здесь. Столько же. Прошу, когда. Либо облачку. Ты видишь, не облачку. Да. Сейчас купаться с ней пойдем. Да. Я купил Мулан. Ипонская принцесса. Да, 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 я знаю этот мультик. Короче, Лиза не удержалась и купила им тоже подарки. Все, я не удержалась. Там истерика была на Балу. Истерика в Таргете была. Да, мы с Лизой разговаривали. Она говорит, это Балушка. А это вам там подарили, да? Балушка, это своя. Это вам там подарили? Да. Класс. Ну, как день рождения, понравилось? Да. Тебе, Лиза. Лиза просидела в машине и сказала. Я не могу, говорит. Столько детей, говорит, столько криков. Я это, говорит, не выдержу. Мама, ты видела фотографии? Нет, где? Уже фотографии есть? Они делали в Мате. Они оба отдельные. А, там? На дне рождения? Да, отдельные. А, прикольно. Мама, вот это я. Это ты, да. Это я вот так... Угу. Ну, класс, я рада, что вы довольны. Это Баба сказал, что make a silly face of the moon. Да, да, да. Ну, сейчас сделай какую-нибудь смешную дурацкую мордочку и вот таким образом прикольно. Это что такое? Да, посмотрите. Это... Это разукрашивать, да? Или что там? Лабиринт какой-то, да? Ага, вот так вот ходить, да? Лабиринт это или что это? Так, давайте, народ. Здорово. Вы кушали там или вас кормить? А, кушали. Что вы кушали? Я айскрин. А мы кушали пиццу, картошку, тортик. А вы ели пиццу и картошку? И даже айскрин. Я только айскрин. Ты только мороженое. А ты и что ела? Это у нас главный едок. Я ела пиццу, картошку. Угу. О, прикольно. Вот это, кстати, прикольная штука. Да. Катя, тебе нравится твоя комната? Мягкая. Нравится? Перестановочка, да? А куколок, видели, как я вам куколок всех посадила? Вау. Вау. Давай, Катя, сделай вид, как прям вау. Скажи так громко-громко скажи вау. Вау. Вот это я понимаю. А мне нужно. Господи, сколько всего. Давай сюда, давай. А, у вас одинаковые, да? Всем такие дали, да? Ммм, прикольно. А куколок, у тебя вот эта старая. Так, не засняла Машу реакцию. Но Маша сказала, что это просто офигенно. Сказала, что так гораздо лучше. Но здесь потом еще поменяется кое-что. Попозже. Да, она у меня не голеная. Тащи ее гулять. Ну что, ребята, у меня вечерняя кормежка, вечерняя уборка. Сейчас еще Вова тоже едет, подъезжает. Я попросила корм собаке купить. Заканчивается для этих, для щенков. Ну, у нас один корм теперь у щенков, а у мамы. В общем, сейчас буду их кормить. Уже скоро в ночь будут уходить с мамой вместе. Но сейчас мне их нужно тут все убрать, покормить. И все. Катенька тут что-то слушает. Собирает пазлы, какие им подарили. Здесь, кстати, традиция такая в Америке. Если дети приходят на день рождения кому-то, то они свой подарок дарят. И в ответ получают тоже какие-то такие небольшие подарочки. Вот прикольный подарок. Катя сидит, собирает пазлы. Что-то слушает, что-то смотрит. Тик-Ток. Или Ютуб. В общем, пританцовывает и смотрит. Привет. Значит, смотрите. Вот оно что. Лена сказала взять курицу. Я в целом хотел бы, конечно, взять баранину. Но здесь, в общем, есть баранина. Есть тоже баранина. Есть курица. Я решил взять курицу. Два мешка, ребята. Два мешка по 12,5 килограмм. 25 килограмм. И, короче, едем. Ну, это все для папиков. Это для больших пород папиков. В общем, удовольствие. Как вы понимаете, не заставлять себя долго ждать. 70, 8,99 стоит. Мешок такой. Так прошел папа. Принес корм. Рассказывает страшную историю своего утра. Ну, ты понимаешь, что что? Что у меня еще произошло? Ну, ты понимаешь, что у него милосерия выбегает от этого соборка хана больше не может. Какой был ужас. Он рассказывает об этом сейчас девочкам. Чтобы они тоже были в курсе, как это было ужасно. Я только что закончила кормление. И Маша здесь все поменяла. Спасибо. Ну, вот они на полно сразу. Да нет, там было горько. Боже мой, очень горько. Это еще то, что было под салфетками. Но все, все, что ты видишь, это не виноград. Слушай, это за ножку? Не кофе, не виноград. Самое главное, наши паникеры и охальщики, это папа и Лиза. Ну, так было, конечно, прям совсем, как-то все не было ужасно. Ну, нечего, что мы там не видели? Да. Малышня, так хорошо они поели, они весь корм съели. Не, ну они маленькие, конечно. Лиза, все маленькие дети. Ты с моим домом чувствуешь? Ну, он прям лежит рядом с кормом. А когда вы маленькие были, так же обостритесь и лежите? Нет, подожди, ну вот и лежим лицом. Ну нет, так и лежите. Теперь папа пошел показывать Маше. Теперь, чтобы Маша была в курсе, какое было ужасное утро у папы. Прося, котя мой. Сейчас пока меняли все. Коробку их посадили, чтобы в коробке посидели. Я, короче, сейчас я положу коробку. А то у меня вот это все убрал. И? Да, ну какие варианты. Я сейчас положу коробку. А то я, короче, убрал вот этот забор весь вот здесь. А оно, чтобы ты понимаешь, ну, это видео не передает. Вот досюда, короче. Соответственно, я взял, сначала просто собирал это лопатой. Ну, чем... Какой лопатой? Я шучу. Ну, и вот так вот этими салфетками все собирал. Потом я стал мыть это все дело химией. То есть я достал хлор, вот это все. Все это мыло химией. Сначала надо было все собрать, катка. Потом надо было все обеззаразить. А потом сверху я мыл этим. Химией, которая для запаха, который, ну, убиваются запахи. Там специально у нас есть такая химия. Вот такая вот. Вот представляете, друзья, если бы я каждый раз вот такие речи толкала после каждого. Ну, для меня это шок. Вы знаете, Лиза, когда ты была маленькая, что-то делал папа, папа потом неделю всем по телефону рассказывал. А, я теперь каждому об этом рассказываю. Потому что со мной это впервые. Не, на самом деле так, как бы все окей. И потом я, короче говоря, это поможет от этого. От уже от запаха. Все, друзья, зубы чистить и спать. Все, друзья, всем пока-пока. И, как всегда, до зуба. Всем приятного аппетита, кто ел. Лаврик, лаврик, валим отсюда, валим. Валим, валим отсюда. Катя, зубы чистить. Вернись в реальность, доченька, сними, пожалуйста, наушники. Все, быстро зубы чистить. Все, спать. Валим, валим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok